доработаем теперь с этого ракурса эту ногу держи прямой а это расслаблено вот это мы поставили сейчас атлант теперь проверяем уже более нет вот они состыковались видите то есть до этого тасс был на флексию повернут вниз здесь сейчас вот он ушел назад и видите только практически за счет массажа оставили мышцы и выровняли то соответственно выровнялись и ноги чуть на себя так вот эти косточки весь лодыжки выровнялись вот на одном уровне по пяткам на одном уровне вот видите я чувствую гораздо такая легкость у меня расслабленность мышцы ничего не тянет прям все легко все прям вообще замечательно прям классно здорово всем ребятки значит с вами на связи олег алабудвин я костопрахман анонсерапевт и вот к нам обратился сергей с некоторыми проблемами в организме ну как бы ничего такого серьезного нету то сам все прави что мы да пока он же показал как он ушел и себе таз вправляет значит вот рентгенограмма описание тазобедренного левого сустава вот этого получается свод склерозирован суставная щель сужена получается небольшой краевой выступ ну краевой выступ это скорее всего остеофиты головка бедра имеет четкий контур в принципе не беспокоит значит да да никак не болит только при отводе ногу сторону получается иногда возникают щелчки сейчас мы посмотрим то есть я предполагаю что бедро чуть суставном ложе чуть подвинта выше соответственно это надо должна быть по идее пока только предположение по идее она короче что дает человеку небольшой сколиоз первой степени то есть тазовая кость скорее будет опущена вниз да она вот ниже чуть-чуть и по принципу сколиоза значит позвоночник пошел вот в эту сторону да сзади сзади и компенсировал на матери в эту сторону что поднимает вас плечо если вы видите на белом фоне это плечо выше почти на сантиметр миллиметров 7 до кому-то выше возможно тонус в почти одинаково немножко заболеваем да нет я не скажу что больнее одинаково при пальпации что нас тут нету смотрим вещь на давай развернись теперь смотрим верхний уголок лопатки тоже лопатка выше нижний уголок лопатки тоже выше отходит только по пути чуть больше отходит возможно плечо повернута вперед смотрим сверху тогда возможно это укорочение малогрудные мышцы это будет нет его передние дельты тоже не туда может быть то что я занимаюсь спортом у меня поэтому кровообращение может мышцах нормально и у меня боли из-за этого нет а вот это все бывает будет на этом но между лад нет на между лопатками что вознем немножко да и вот здесь да и за ней гиперкифроза доставают заметно очень заметно что вот это вот в тонусе гипертонус вот этих мышц даже я когда делаю гиперэкстензию например в тренажерном зале делаю одинаково да то есть нагружаем вот и мышцы то есть меня здесь да потом прям вообще начинает болеть а здесь как будто я не не докачиваю иногда даже в эту сторону специально делаю что больше вы видите эти мышцы ну вот мое предположение так в том что все идет по диагональной если за тонус то скорее что будет тонус вот эти мышцы сейчас немножко их проверим из-за чего собственно говоря бедро поднимается нет но боли нет боли нету да значит возможно в другом месте теперь попробуем подтвердить мое предположение что в пояснице пошел сколиоз вот в эту сторону а в другом отделе в эту сторону для этого сделать пункта сразу сюда чуть-чуть где держим за вот эти косточки но вот видно что палец ниже тут уже гораздо ниже да и наживайся вперед сгорбившись стоп голову повесили поэтому ровно ниже опускайся 50-50 стоп чуть выше чуть выше вот вот тут вот эта реклама дуга выше чтобы это том что позвонки развернулись сюда проверяем по звонкам да действительно на этом уровне они чуть-чуть тратировал вот в сторону еще не сгибайся но вот тут заметно да что идет вот она небольшой сколиоз мы даже не первой степени сказал там до первой степени и кость таза вот это поднялась вверх сейчас кость поднялась вверх относительно пола ядер и пальцы с этим уровнем слуг на этом уровне пальца вырыгнулись опускает поднимаясь медленно вверх также мы видим как левый палец опускается ниже видите он сразу опускать ниже почти на сантиметр значит возможно тогда это повернут таз вот так вот назад сейчас можно проверить лежа пропестижем лежа так что ты еще живешься когда я делаю круговые движения руками иногда происходит щелчок в левом плече сейчас уже не туда сейчас нет просто защёлкнуть до этого вот здесь мышцам это плечо но у тебя невольно здесь нет это скорее всего плечо всегда нестабильно она туда-сюда полетает так теперь смотрим если там скроз с той стороны позвонки развернулись сюда то соответственно у тебя хороший мощный корсет без напряжения без таких жестких спазмов ручка расслабили расслабили и немножко так 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 вот опять вкусно да вот опять вкусно да подержи руку расслаблена здесь слабились вот еще под вкусно сюда за голову заводи и не держи я держу то локоть это не держит относительно ключицы относительно кроме отростка теперь упираясь в бок этой рукой до одну ногу вперед поставить тоже да потому что придется держаться и теперь я вот так вот давлю от и сопротивляйся со всей силой о все оставили ну-ка смотри теперь ну вот они по крайней мере симметрично теперь ну-ка попробую поворачать только ужас не грамм резко только искачет первый раз было потому что все нормально это но себе нестабильная так и давайте предложить на стол головой туда ногами сюда на спину на спину да проверим сейчас состояние ног я не знаю как сейчас благодаря растяжке но левая нога у меня раньше вот сейчас одинаково да если на разворот брать раньше был вот так примерно сейчас сейчас вы либо более-менее одинаково но вот так вот нога отваливаются это говорит об экстензии таза назад кстати забыл сказать у тебя некий форс увеличен цена до с увеличим поэтому гиперэкстензию приема вот эти лучше не делать даже при скачать да и пресс тоже качает сейчас вот просто боли в пояснице когда если отвал ноги более-менее равномерный по длине смотрим по вот это косточки ну как я предполагал вот это надо левая левая получается укорочена по пяткам тоже укорочена ну примерно миллиметров на 7 не смотри по пальцам сама посмотреть на это ноги вот на правый палец выше видишь вся нога вот это выше как это после меня сейчас мы до таза еще да мне такое предположение вот дойдем ведь по этим косточкам она выше по пяткам вот тоже левая нога выше и большой палец тоже получается выше теперь смотри я держу ты садись ровно на полку так все равно получается короче выровнял так вот сейчас я вот их выровнял ноги одинаковые пальцы к с большим тоже лишь создавались теперь я держу ты ложись ну вот чуть-чуть подтягивает то есть это не такая тем большая проблема подкариваться когда например ноги сгибаем от и назад дадим тоже присколько услышите слышно дополню в калибре это издействует да там есть так правильно по высоте это за видимо состав выше чем чуть 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 но относительно стала сейчас чуть чуть выше по косточкам таза также получается вот она подчеркиваешь на завернуть туда все даже могут по мастерам показать можно рисуем также не сильно особых это миллиметров 7 примерно вот чтобы вы видели насколько есть разница по тазу нам говорит это об экстензии таза назад так ну теперь переворачивайся посмотрим по тазом костям здесь больше выпирает а тут наоборот помещается левый выше на поло 3 неправильно 6 все подровняю подром не человека чуть-чуть вообще не значительно все равно выше это говорит о том что по нижней косточке уголка они почти одинаковые чуть выше но бывает природу мы все очень симметричная да то есть природа может быть просто здесь действительно больше теперь тонус боль тут нет здесь ну видно что натянуто утаж до сюда здесь не больно но вот так вот не больно нет проверяем на грыжу такой небольшой тест не больно да здесь эти поздравляем грыжа нету так поднимем ногу вверх и чуть-чуть так с такой сюда так сдавнула не то более да нет ни того честно теперь это могут так поднимать так же вот так давлю просто небольшой гипертонус здесь боли нету вот ты лежишь у тебя лордоз выровнялся ты просто не стоишь когда у тебя немножко подается таз назад но видимо ты просто перекачал эти мышцы а вот так и поздно чуть побольше ну значит давай начнем с массажа тогда ну вот например здесь очень хорошо в такой позе видно что мое подтверждение шелордоз вот здесь идет влево ой вправо зиме вправо ротированы позвонки будут выравниваются немножко вправо вот здесь немножко вправо тут выравниваться и ты даже лежишь ключи тянешь вверх удобно лежать нормально да врачом голову сюда сюда так ну начнем с массажа и можно разговаривать если хочешь ты говоришь что это метод по поводу это образование важного и неважно да просто мало врачей неврологов или травматологов ортопедов которые могут помочь реально людям в основном все на что они способны это за 8 лет обучения это выписать какие-нибудь таблетки которые больше навредят чем принесут пользы а если какие-то таблетки не помогли то они выписывают другие таблетки а потом когда человек устает в клавокеке таблеток съем уже просто перестает ходить к этому врачу и либо идет к такому специалисту как вы например разумеялся в врачах либо плюнул на себя совсем вот так делать не стоит конечно сразу нужно с вами здоровье бороться до конца тепло пошло чего чего огонь огонь вольте да правильно разочаровываться нельзя в себе по крайней мере точно куда искать да все это какой-то пусть можно был конечно конечно вот у а врачи говорят что вот ну как бы мы специалисты народники так скажем да натуропаты немножко этого не признают они это не зря хотя потому что у них такой сновид мы же не зря там 6 8 12 некоторые учили нас лет чтобы с этому номер терапевтом а потом кстати такие люди приходят ко мне до учился еще потому что у меня больше средств и больше методов воздействия на человека чем то что преподают у нас в классических академических институтах но опять же дело в том что я например мануального терапевта уходил в частную клинику я ему так и сказал говорю напрямую можете говорю нормальные костоправские техники на мне применить чтобы как следует а не то что вы там вообще ничего не делаете он боится просто боится и следить он боится или еще не разрешают тоже вот я могу рассказать один такой случай тоже сейчас на клинике но это в каждой частной клинике такая ерунда мануальный терапевт тоже снимал боли вылечил там за 12 сеанса к нему директор клиники подошел и говорит ты чё делаешь вот и зачем людей так быстро вылечиваешь они должны как минимум 10 сеансов отходить иначе с кого мы деньги будем встрече поэтому такая ситуация в любой частной клинике а в обычной поликлинике вообще мануальных терапевт в принципе нету а другие врачи неврологи и травматологи и ортопеды вообще делать ничего не хотят да 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 максимум зачем туда можно сходить это сделать там снимок просто какой-то ну я тебе скажу что там еще чтобы какую-то процедуру провести чем кучу надо подписать бумаг что типа ты согласен на проведение процедуры ты разрешаешь им сделать инъекцию и так далее почему они почему это происходит во первых они очень озабочены так нашим законодательством до которые как бы осторожней точек да да потом озабочена тем что у них они поставлены жесткие временные рамки обычно там на сеанс или на процедуру ходят прям считанные минуты 10 минут обычно на каждому человеку уделяется очень мало времени и приходится из-за этого к одному врачу ходить там не знаю очень много раз да очень много раз а что неудобно за одно процесс за один сеанс или рентген не могут а значит сразу нескольких мест только одного и ну и так далее то есть получается очень много неудобств на беготни и удобства да потом посаживают на лекарства почему да потому что вот выучился человек на невролога да он только свои нерологические проблемы не видит в человеке он на другой не может направить или да здесь русские специалисты очень русские специалисты да пойдешь проблему головы решать ну допустим да там давление головной боли так далее выпишут просто таблетки все от давления тоже просто таблетки все конечно если у тебя проблемы там шейном отделе какую-нибудь проблему на позвонки на место поставить какие причем таблетки этого вообще таблетки способ таких сеансов мануально да у нас проходит и головная боль и нормализуется сон и хроническую усталость уходит и давление нормализуется по-восточному все энергетические потоки правильно начинают работать меридианы да и меридиан начать работать у нас же энергетика в теле тоже есть но если несколько сеансов делать там все системы устанавливаются они же созвучно друг другом то все системы работают параллельно другой системе машина сложный механизм что-то сломалась может быть она и может ехать нового из-за этого что-то другое начнет ломаться и да потихоньку на дороге на тянет собой другими если вовремя не решить то поэтому ко мне приходят люди когда спрашивают там про метаобразования я говорю ну ты же до этого ходил к врачам у врачей-то лечился лечился ну что они тебя вылечили прокладывать слова потому что задача сказать ну конечно не вылечили врачи лечит натуропата а у нас методов много это же не только массаж не только на терапию это и его терапия и терапия током и терапия пчелами апитерапия и гируна терапия пиявками и терапия огнем тут очень много методов его даже волновая терапия зависимость от проблемы подбираем процедуры которые нужны для данного человека и баночный массаж вакуумный и хиджама это кровопускание капиллярная с капиллярами мы работаем то есть тут можно восстановить организм полностью чем с такими проблемами люди приходят ну когда уже все запущено понимаете побывали на их инстанциях нигде не помогли а время ушло еще 10-15 сходят с проблемой что есть какие в итоге там сплазма там мышцы превращаются в камень деревянные да как арматура до терпимо да кстати по поводу лечения пчелами у меня друг пчеловой тоже рассказывал случай в деревне на цикле чего вот уже хочется пропустили и теперь подышим еще раз привезли пчел в деревне нет у него он с отцом они держались по пасеку привезли мужика на мотоцикле вообще ходить не мог вот пчелами вылечили какую-то там проблемы с поясницей укусами пчел ну а для тех у кого нет пчел есть такая самопробовая мазь а пизотрон хорошая из всех в азии на которых написано с пчелиным ядом она единственная наверное который действительно содержит поселенные яд и который очень хорошо к нам записывать апель затрон а ты это перевозит пчела так сейчас выдохнули и еще раз пусть выпускает пропустили на морюк терпимо хорошо потерпи потом поймешь что не зря терпел я знаю сюда вот это причем не более здесь нет тоже мы его немножко а ну вот вижу на месте стоит даже не щелкать и расслабляем локоть лопатку весь какой-то хорошо вот так мы растягиваем ромбовидные мышцы мышцы поднимающую лопатку леватер скопулус мускулус а так это растягиваем зубчатую мышцу и под лопаточную мышцу держит не слабились со мной слабляет он попасть и мышцы не больно нет и с этой стороны вообще все хорошо обычно когда вот там показывают в ютубе костоправок их нибудь западных американских все все делаю стандартно одинаково для всех и сеанс длится 5-10 минут но есть у кого видишь 15 минут успеешь за 5 минут не дачу там успеешь соответственно без разогрева получается работать это большая ошибка ведь мы разогреваем до гиперемии смотрю насколько вот я прям все могу поздравить со здоровым румянцем на пол спины что очень хороший показатель даже по температуре вот она отличается горячая спина на один на полтора градуса слагается все висит и соответственно здесь у нас сеанс идет час-полтора часа ну зависит от сложности проблемы может быть и даже и два и три часа сеанс идти то есть пока мы досконально человека не изучим проблему не найдем какую и неустранимыми соответственно что ищем первой причины человек может жаловаться на одно место вы совершенно в другом а вот врачи наши они симптоматичны вещи до симптомы выключают боль больше плану будет снять и все это нечего рацизают социализм таблетки нестероидные противовоспалительные препараты которые просто выключают нервы человеку чувствует боли нет свидетельствует о том что в организме что-то не в порядке надо что-то делать а если просто выключаешь нерв и там например даешь такие же нагрузки да там все не получается это обман организм получает как сигнальную лампочку отключить например в автомобиле там кончился беден кончится беден то за просто продукт перерезала так что вот мы-то натуропаты ищем именно вот эти первые причины и скажу почему массаж обязательно необходим а потому что кости как правило не болят сами нервы не болят оборота именно мышцы сухожилия связки да то есть именно их мы тянем на жизнь массаж сразу воздействие на связь и суставы и сухожилия в том числе собственно говоря пока там не устраняется проблема а в 90 почти процентов случаев виноваты мышцы это потом уже они потянули позвонок это потом они уже нервный крючок зажали и потом уже он не иннервирует какой-то внутренний орган и потом уже страдает какой-то внутренний орган питания не приходит полностью в этом плане мне нравится очень работа сергей бубновского в том плане в том плане что он как раз проект и говорит что проблему в мышцах да я с ним полностью согласен было и что надо больше двигаться упражнения делать все рассказывает хотя бы сам кандидат медицинский фраук но врачи не любит всех их негрологов он еще не любит работал фортопедов он просто ну очень жестко насчет на их счет высказывается ну все потому что у врачей равнодушие у них такой нет нет задачи прямо там с любовью к человеку отнестись его вылечить да какая-то задача отмазаться и посадить человека на хронические лекарства и заболевания болезни лечится вам всю жизнь будет потреблять эти таблетки всемирный фармацевтический заговор есть такой фильм где рассказывается что придумывают таблетки от несуществующих вообще болезней даже такой и надо а еще кстати же про называется фармагедон да а вы запишите их несколько там минут на 40 они идут такие для фильмы документальные да да документальные фильмы разращаться в комментариях посмотрели вы такие фильмы или нет очень интересно ваше отношение к такой проблеме да еще как мы перейдем на другую сторону меня руки и голову чем еще как рассказывает бубновский но это принципе так как говорит доктор бубновский что когда человека лечит таблетками у таблеток много противопоказаний из-за этих из-за этих противопоказаний у человека развиваются новые болезни это называется болезнь от болезни болезнь от болезни интересный симптом да по научному не помню как это называется но это действительно присутствует это называется в простонародье есть такая фраза от вылечим другое калечим как раз это как раз вот проект случай бабушка приходит до черного голова боли за черный ферс и таблетки головы на вас вам выписал осинок не могу у меня от их глаза ослепнут это кушу уберите головной боли либо глаза это вот такой ответ врачей если даже могу рассказать по своей походу к врачам если интересно короче у меня на ногах настоящая работа сами понимаете расширены вены такие толщиной с мизинец точно толщиной я пошел к хирургу по венам флеболог флеболог называется они мне сделали узи я прихожу потом к этому флебологу он посмотрел нет у тебя не варикозная болезнь вен я говорю ну хорошо не не варикозно но вен это болят он такой прям с возмущением молодой человек вены болеть не могут я говорю ну хорошо не вены болят болеть что-то рядом с венами вот я там зубочисткой потыкал вроде проходит боль он такой ну что там говорит я могу показывать этот узи он посмотрел ну вы знаете узи для меня показатель для меня визуально осмотр больше показатель а второй там раньше зашел он уже хихикает второй врач такой я говорю ну вы пишите мне хоть какие-нибудь там эти мази он такой опять руки в нем возносят я тебе уже сто раз повторяю а твои проблемы не придумали еще мази это меня вообще удивило я думаю подсадит на что-нибудь он даже не подсадил я говорю ну хоть какие-то гетро там выпишите и он мне говорит ну я думаю вам уже видит там на карточке написано что я работаю массажистом в бане он такой да он такой я вам гетро понимаете не могу выписать из этических соображений только что почему ну понимаете понимаешь я вижу что ты работаешь в бане уж не знаю как там работаешь голый или одетый но по крайней мере это вот слова врача в колготках ты будешь странно выглядеть но я уже такой тоже злой хихикают оба сидят это говорю ну вот что-то там не посоветуйте да вы пропишите а человек сам решит одевать их или нет и когда их носить может я после работы буду их носить да может после работы действительно вылезти много и в итоге знаешь что не сказал этот врач это вот об этом говорит он говорит я тебе могу посоветовать только сменить работу и идти порно актером что почему ну там ты будешь не стоять одержать ноги не будут болеть ну да но я боюсь себе будут лежать на другое место будет болеть на самом деле хорошего врача днем с огнем не сыщешь вот так вот если где-то в поликлиниках больницы вообще это точно да вот поэтому кстати камеры заедут из других городов из других стран даже приезжают друзья между прочим я со ступина приехал да это очень это конечно не владивосток но все-таки ну сколько-то до меня примерно это там электричка до электричка почти два часа метро 40 минут и от метро еще 15 минут ну три часа короче минусом что точно обалдеть расслабились еще потерпи чуть-чуть ну камни из германии из норвегии приезжали даже люди и даже из арабских эмиратов там очень любят мои ролики смотреть в арабских эмиратах интересный рейтинг смотрю в ютубе первое нас смотрят русскоязычные это понятно это украина белоруссия россия а на втором месте знаешь кто смотрит оказывается арабский эмират ничего себе почему-то мы подозреваем мануальной терапии так разве интересно может поэтому они конечно комментарии такие обычно пишет скабрёзные так скажем мягко мы такое подозрение что они просто им как бы запрещено оголяться перед другими людьми поэтому просто на голые торсы любят посмотреть и попы может быть вот такая такой мотив а на четвертом месте кто бы тут думал на 4 месте сша конкретно нью-йорк ну там я подозреваю много русскоязычных поэтому смотрят а может из-за этого да там же есть целый квартал до бродвей русскоязычный квартал так вот а звонят эти зиму пушат швейцарцы и швейцарь из норвегии звонят говорят мне что приезжайте к нам вас руками оторвут потому что масок и специалистов просто нет работаете ли обучать доработать клиентов будет много говорят а вот это таких специалистов они даже не делают но я подразумеваю почему отлично дышим спокойно я подразумеваю почему потому что законодательство такое ты говоришь врачи боятся там сильно нажать да потому что особенно в европе там просто подразумеваешься на врача он не больно сделал просто да 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 люди то на самом деле невежды все люди невежды знающих мало людей они не ценят могут пожаловаться и все его там засудит ну крайне штрафом небольшими покроют кстати вот тут мануальный терапевт который сейчас на клинике который которым я говорю сделайте мне кастоправские техники нормальные да чтобы вот он рассказал как раз случай наверно может быть из-за этого боится может быть у него даже несколько таких случаев был он однажды вправлял говорит какой-то девушке у нее остались синяки вот и к нему приходил муж и по вы тут ее не били вот и точно ли она была у вас они у любовника потому что она меня мне набрала таких много случаев может быть после таких случаев бояться на самом деле я всем рассказываю насколько синяки полезны их надо наоборот ставить миф уже в народе очень много да то есть многие еще лишь полезно особенно вот банки когда ставят конечно экстравазат все организм сразу в это место кидает все ресурсы на восстановление и в этом месте проходит проблема вот ведь что даже знаешь я же массажист тоже баночный массаж делали вот круто молодец хорошо что в современных банках есть шланг для удлинения можно самому себе банки ставить вам все ну да да я видим такие банки которые с не перенда да 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 сейчас ну теперь поздравляйся с одными конца на всю спину полет идет нормально теперь обе ручки по голову так пять минут полет нормальный я просто проснул себя барабанную перепонку ватной палочкой тоже знаешь прихожу в больницу они не там кое-что выписали в больнице говоря да лучше к своему ухо-горлоновцу придите ларингологу ну я отсидел очередь в те годы были очереди захожу она не посвятила там какой-то такой выжительным стеклом каким-то буквально две секунды так все понятно и там что-то выписал задаю наводящий вопрос а что вы так быстро посмотрели она вот у нее профессионал все видно еще девчонка молодая лет так где-то 25-27 вот я задумал еще просто ну что делать хотя бы там как чего она говорит что у меня тоже тут морочите голову что интернета нету идите в интернет смотрите там у меня бабушки в коридоре ждут вот потому что прием у них по три минуты отводится а еще записать журнал записать сейчас много писанина не сейчас особенно и нужно в карточке сделать запись еще продублировать в компьютере так программе даже не больше озабочены тем что написать надо чем анамнез у человека взять полный до спросить что чего осмотрим даже птички занимаются пациентам ну часто уже лежишь уже плечи ровно могу сказать то есть у меня гиперкифоза нету да гиперлордосток получается ну знаю что он не так прям сильно выражена до гиперлордосток побольше когда стоишь когда лежишь почти все идеально это же естественно сгиб организм понимаете да они должны быть людей вот как раз мечтал об этом сверху сверху продавили да сейчас мы еще продавим как следует ростовые техники а то самому себе так не получается так сильно делать на мячике покатался на ролике покатался дает чуть-чуть там что-то можно через мыслим тазовый курсе тоже туда но если гиперкифоз можно туда сверху обратно поставить с лордозом сложнее да с лордозом сложнее потому что как его туда вытянуть назад получается сейчас немножко высиним опять же косточки да я поставлю на место но виноват мышцы тебе надо перестать делать упражнение на гиперэкстензию а больше делать на пресс и на мышцы болезни все подошли и паховы пусть их нам будет больше закачивать поднимать ноги дай но либо поднимать ноги с отведением в сторону водяшим приводящим из мышцы и до выдают на них либо вот это вот так там с пола штангу поднимают становой тяга на себя дарова стану цена то что у меня с правой стороны гипертонус ну вот эти тонус был вот заданали вот здесь и здесь сейчас уже нет сейчас нет уже симметрично видишь проверяем соответственно позвонок позвоночник ровный вот видите что делать массаж я даже еще не крутил не щелкал за счет выбирания гипертонуса позвоночник выжимался в одном отделе ну бель более менее ровно так и еще осталось вот это люблю дуга так торчит на который осуществует поднимал западку сейчас мы тоже поправим так шею 6 7 позвонок на месте гордос сохранен вот второй позвонок ротирована вот сюда металл спавший до позвонок или нет позже это нормально это нормально так вот смотри вот этот атлант на месте а вот второй вот он убирает удобно но не сильно выдала вот второй позвонок он ротировать сюда и ушел вот в ту сторону получать сублимирован здесь здесь меньше вот это получается второй позвонок ротировался вот сюда шею позвонок дать или выпирают боковая вот эта душка которую туда и просто на мышцы немножко давит это можно подправить например так мы уже размяли в принципе все запрещивайся ничего не делали просто ничего не делай о слышал вниз теперь вот все на месте проверяем уже нет такой боли то есть боль была из-за того что вот этот отросток он давил на мышцы понимать ребят поэтому все устраняется достаточно просто быстро почти за этом разовые сеансы достаточно два три четыре мы сможем случае 5-6 сеансов вот это мы поставили сейчас атлант теперь проверяем увижу уже боли нет так что зря в этом сидите пишите комментарии лучше вам быть здесь приходите сюда все прочувствуйте на себе попробуйте взбодритесь сон гарантированно в этот день будет вообще лучше головные боли уходы давление нормализуется вот уже не больно даже чувствуешь для движения мышц уже все хорошо потому что когда вот эти мышцы шейные они крепятся голове сухожильные дальше идет сухожильный шлем понимаете и этот шлем от напряжения мышц он стягивает череп и там меняется на несколько микроампер атмосфера атмосфера давление меряется черепное давление и вот начинается то головные боли то имеется зависимость то какие там еще проблемы получать давление значит на внутричерепное давление это получается плохой отток крови да да по сути если повышен плохой отток крови нужно кровь оттуда она в том в том же канале идет рядом с артериальной но плохой отток да сейчас мы тебе еще шею декомпенсируем еще вытянем и там будет вообще хорошо и обязательно ушки помнём на ушах находится очень много пунктурных точек тот же самый позвоночник мы практически всего органы внутренние все внутренние органы так же как и на руке и на стопе да как и на руке и на стопе то есть по принципу глагографической реальностью вселенной всем ученикам обязательно рассказываю у нас мы многократно сами себе повторяемся на стопе на руке весь огонь повторяется на ушах на радужной оболочки глаза на лице все эти точки есть на груди на спине даже на каждой фаланге пальцы то есть маленький человечка на фаланге пальцы даже есть сейчас расскажу секрет массажа рельсы рельсы ставим шпалы 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 рисуем рельсы рельсы и у нас получилось два пути один путь стрелка и переход на другой путь по которым едет две вагонетки а тут тут шахты находится шахты пво откуда мы запускать ракеты помните у нас ракета с 500 вылетели теперь надо поставить обратно идут вагонетки и сбрасывают инструменты рабочих ушли на пустые по второй идут тяжелые по второму пути ко второй шахте сбросили людей рабочих вагонетки поставили ракету не повезли теперь ракету на самом деле это мы делаем декомпрессию ну с такой сказочкой чтобы наши ученики лишь преподаю чтобы запомнили очередность поставили ракету прям туда назад она ушла пустая туда идем с декомпрессии идет тяжелая жидко топливная ракета ставим сюда и поставили все теперь нам следует этих наших военных подготовок от потенциального противника надо скрыть спахиваем это поле выбираем рельсы снимаем дерн с земли вот так вот засыпали шахты и пошел у нас град пошел дождь для меня стал мокрый такой пошел потом такой коротенький дождик пальчиковый дождик называется и заколосилась трава вот эту массажную часть мануального массажа мы закончили сейчас я тебя вытер с лафеточкой и мы еще похрустит ну как нормально все все вытерпел лишь молодец но я могу немножко любить что из-за таких глубоких техник могут мышцы поболеть на завтраку по сути тренировки не страшно главный главный эффект до главный эффект и вот любители асмр любезнаешь такие шорохи всякие служат хруст и послушать за другими людьми микрофон поставить улавливает ничего салфетки вытерем пальчики книги по самовосновлению что ли нет плану по мануал у меня есть набор книг в этом я вам даю просто на облачный сервис ссылку ученикам и там есть масса материалов и по мышцам на терапии ну и чё там могу полезной информации да там стрелки а с иллюстрациями как делать барменщик что-то интересное как выдох можно какую-нибудь ссылку скинуть может она у меня конечно я могу перечень поступок это хрустнуть сначала так следует состав расшатать разболтать поэтому мы используем такие хрусты и хрусты вот эти убирали прорисовое стопе снесу расслабь вот так вот конкретных поворотов пузношка можно побить что они мягче стали ну не мышца сустав и связку растянуть но теперь саму связку мы сейчас растянем он слышал хруст теперь здесь я лучше хватать хрестец вот это кпс сустава писал подвздошный тоже лукок хрустят и копчик немножко а теперь вот вы лордоз пытаемся вытянуть наверх хрустов слышал да не с нами вы нас не слышите это все еще только пока подготовка к декомпрессии позвоночного столба вот теперь проверим расстояние нишка позвоночная позвоночная хорошая немножко увеличен даже 1 терпи нормально терпится да ну да 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 как лепить через пальчик свой пробивая сейчас выдох так и немножко голову вкусен сами чем делай я запомнила что-то почти как молотком только вот через свои пальцы да принцип тот же самый через пальцы мягче немножко помогаем не сопротивляйтесь и голодовину вот так вот все прошу села до другую сторону голову я чуть-чуть вот так вот так поднимание поднимая ничего не поднимай все отлично сейчас немного за ноги тебе подправим ногу расслабили славе и расслабили все поворачивайся ко мне спиной к лесу передом избушка 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 к лесу передом ко мне спиной это ногу себе 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 грузи 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 это ногу назад хватать на стол эту руку назад откидываем плечо вперед и держи за ногу держи за ногу на разного строительства повыше это примерно поясничная зона а вот так вот через его нижние там и на буду поясничный переход чем ниже нога тем выше воздействие идет позвоночник да теперь возвращайся на другой бочок да чем ниже коленка получается да выше 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 чуть-чуть сюда сползи и с помощью своего колена теперь теперь в той же позе заложенку за спину так это носки назад вот это вот для сколиоза твоего назад 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 спокойно расставался вот такой секретный привычку нас ложись на спину кстати теперь можно проверить еще не до конца за чуть укорочена но уже не 7 миллиметров уже ты знаешь миллиметр два три осталось это мы доработаем теперь с этого ракурса ты за ногу держи прямой а это расслаблено вот слышал как вышла здесь и вот тут утром разки простилась так расслабились все хрустит но мы расслабили Это бедро усилитало, да? Да. Щелчки. Расслаблено, расслаблено. Подзем и так. Щелчки. Щелчки. Расслаблено, расслаблено. Подзем и так. И пальчики. Щелчки, щелчки, бульк пройдет буквально через секунду. Так. Не держи мышцы, не держи, расслабился. полностью это колено это и калий и чашечкой лодыжка то что вклинуть подтянуть назад на столе все я же сейчас да посмотрю тянет или нет не больно здесь нет обереги боишься бедра все одинаково все симметрично самое главное симметрично так вот еще руки тебе с плечом не страшно нет здесь ведут к должен полностью расслабленная может дернуть только пошло за нервологическая реакция да не может поработать плачка вот 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 ну спустись немножко сюда ногам мы тебе за голову еще потянем весь позвоночник а даже тогда правильно зацепить коленками да и ложись до чтобы был упор чтобы не скользить данный скользить по столу есть надежда что дойдем до поясницы глаза смыкаем челюсть так ну призналась хорошо до поясницы дошло дошло но где лучше было на шее весь грудной отдел точно но весь грудной отдела до поясницы дошло то есть весь позвоночник мы теперь после этих вот растряхивание простукивание разминания убирания спазма до согрели его расслабили после этого вот произошел этот эффект кайфовый на самом деле сейчас потечет кровь с кислородом в голову с массой информации обслуживание собранного это может быть такое легкое головокружение может вставать сейчас только без резких движений так ну и вот это ребятки ученики на просто любопытный людей смотрите вот уровень по лопаткам видите выровнялся торчат лопатки одинаково плечи плечи чем до конца немножко вперед но зато вот по уровню плеча плечей видите стал на одном уровне риском передам посолочить сюда чуть-чуть чуть-чуть посол они просто на моем фоне например видели и на фоне двой простыне тут было видно да уровень плечей сейчас находится на одном на одной высоте вот он то что управляет сколиоз теперь посмотрим а по тазу давай проверим то сложен на одном уровне ну значит мы можем ноги выровняли да вот и вырвался таз теперь спиной поворачивается как мы демонстрировали полушага сюда ставим пальцы вот на эти вот ямочки и сбор без начинает тянуться голова вниз и синист к полу стоп 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 так вот пальцы уже на одном месте ничто не точнее упирать если справа симметрия самое главное симметрия еще надевайся тут видим тоже симметрия еще надевайся здесь симметрия так да я держу здесь еще раз поднимайся обратно и быстро пройдем вперед ну вот по крайней мере у нас не едет этот палец туда-сюда вот туда этого прилаги при наклоне он поднимался сейчас не поднимается ну вот считаю что исправились а то раскрылся еще посмотрите с сгорбишь так полностью стой ну да чем больше больше поясница может повышаться он все было тут туда вот такая вот сейчас он ровный тут еще мышечный тонус чуть-чуть осталось но гораздо с обе чем был ну понятно за один сеанс не все решается и вот здесь сейчас отлично так вот смотрите остались следы от прошлых пометок до половина стерлась конечно сейчас я повторных нарисую так смотрю просто через камеру могу промахнуться так ну ведем линию до конца с камерами удобно смотреть так ну и мы просто уже видим да что визуально вот они состыковались видите то есть до этого тасс был на флексию повернут вниз здесь сейчас вот он ушел назад и видите только практически за счет массажа оставили мышцы и выровняли то соответственно выровнялись и ноги отдавать чуть на себя так вот эти косточки ведь лодыжки выровнялись вот на одном уровне по пяткам на одном уровне вот видите по пальцам и по высоте пальцев тоже сломастером покажу вот тоже на одном уровне видите ну отлично поднимайся расскажи свое мнение так сергей ну поделись своим мнением что-то какие перемены чувствуешь все ли как там конструкция работает да сейчас я чувствую гораздо такая легкость у меня расслабленность мышцы ничего не тянет прям все легко все прямо вообще замечательно прям классно всем советую приезжать коллегу направку и на обучение также вот ведь на самом деле где-то но процентов 85 людей всей планеты имеют какие-то те или иные проблемы с позвоночником и чем тратить время на врачей которые просто прописывают таблетки и ничего это не решается просто люди устают от этого лучше сразу секунду счет таблеток заработать всех обычные действия это все не нужно на самом деле приезжайте коллегу он большой профессионал и сделает все как нужно ручками 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 все пальчиками тени влечим исход развал сделали подрихтовали до крайности в жизнь в путь молодым здоровым обновленным большое спасибо на здоровье все пока пока если очень подписан обязательно подписывайтесь а лучше надеюсь мой телефон олег алав гудвин во всех социальных сетях на всех поисковиках есть так что найдете всем пока я из москвы так ребята еще обратите внимание у нас полностью как бы с колес уже ушел да теперь осталось выполнить некоторый комплекс упражнений чтобы ну просто сделай чтобы тонус с одной стороны убрать а с другой стороны увеличить это я говорю про поясничные мышцы сейчас я уже рассказал про комплекс упражнений теперь смотрите вот наш пупок выходил в сторону влево помните влево да влево после меня живота уходило делать теперь смотрите вот я делаю вертикаль из палочки вот видите надо ли не то есть вертикаль осталось спереди восстановился не восстановилась но это спрашивает какую сторону был то есть если здесь вперед пошел то там позвонки вот так были вот правосторонний сколиос получит да в пояснице правосторонний гердом одели девосторонний но это еще все уже это получается если девосторонний то себе вот эту руку не надо закачивать тебе надо закачивать немножко вот тут этот включающий мышцы это тоже берешься гири гантели с облокачиванием на стул да у тебя ишь вот сюда только одну руку или типа лодка только несимметрично только одна сторону